Физика твердого тела – раздел физики конденсированного состояния, задачей которого является описание физических свойств твердых тел с точки зрения их атомного строения, интенсивно развивалось в XX веке после открытия квантовой механики. Развитие стимулировалось широким спектром важных задач прикладного характера, в частности, развитием полупроводниковой техники. В настоящее время физика твердого тела разбилась на большое количество более мелких направлений. История кристаллов многих минералов и драгоценных камней были известны и описаны еще несколько тысячелетий назад. Одна из наиболее ранних зарисовок кристаллов содержится в китайской фармакопии XI века н.э. Кристаллы-кварцы из императорской короны, сохранившиеся с 768 года н.э., находятся все сайнии, сокровищницы японских императоров Внара. Кристаллом называли вначале только лед, а затем и кварц, сетавшийся окаменевшим льдом. В конце эпохи Средневековья слово «кристалл» стало употребляться в более общем смысле. Геометрически правильная внешняя форма кристаллов, образующихся в природных или лабораторных условиях, натолкнула ученых еще в XVII веке на мысль, что кристаллы образуются посредством регулярного повторения в пространстве одного и того же структурного элемента. При росте кристалла в идеальных условиях форма его в течение всего роста остается неизменной, как если бы к растущему кристаллу непрерывно присоединялись бы элементарные кирпичики. Сейчас известно, что такими элементарными кирпичиками являются атомы или группы атомов. Кристаллы состоят из атомных рядов, периодически повторяющихся в пространстве и образующих кристаллическую решетку. В XVIII веке минералогами было сделано важное открытие. Оказалось, что индексы, определяющие положение в пространстве любой грани кристалла, суть целые числа. Гауэй показал, что это можно объяснить расположением идентичных частичек в ряды, периодически повторяющиеся в пространстве. В 1824 году Зибер из Фрайбурга предположил, что элементарные составляющие кристаллов являются маленькими сферами. Он предложил эмпирический закон межатомной силы с учетом как сил притяжения, так и сил отталкивания между атомами, что было необходимо для того, чтобы кристаллическая решетка была стабильным равновесным состоянием системы идентичных атомов. Пожалуй, наиболее важной датой в истории физики твердого тела является 8 июня 1912 года. В этот день в Баварской академии наук в Мюнхене слушался доклад «Интерференция рентгеновских лучей». В первой части доклада Лауэ выступил с изложением элементарной теории дифракции рентгеновских лучей на периодическом атомном ряду. Во второй части доклада Фридрих и Книппинг сообщили о первых экспериментальных наблюдениях дифракции рентгеновских лучей в кристаллах. Этой работой было показано, что рентгеновские лучи являются волнами, так как они способны дифрагировать. Работа неопровержимо доказала также, что кристаллы состоят из периодических рядов атомов. С этого дня началась та физика твердого тела, какой мы знаем ее сегодня. В годы, непосредственно следующие за 1912 годом, физике твердого тела было сделано много важных пионерских работ. Первыми кристаллическими структурами, определенными У. Л. Бреггом в 1913 год с помощью рентгеновского дифракционного анализа, были структуры кристаллов КСЛ, НАСЛ, КБРКИ. После открытия дифракции рентгеновских лучей и публикации серии простых и весьма успешных работ с расчетами и предсказаниями свойств кристаллических веществ, началось фундаментальное изучение атомной структуры кристаллов. В 1930-е годы работами В. Гизенберга, Паули М. Борна были созданы основы квантово-механической теории твердого тела, что позволило объяснить и прогнозировать интересные физические эффекты в твердых телах. Ускоряли и формирование физики твердого тела потребности на рождающейся твердотельной электронике в новых сверхчистых материалах. Здесь можно указать важнейшие события открытия в 1948 году у Шокли, у Братином и Дежек Бардином усилительных свойств транзистора. В настоящее время методы и теории твердого тела, развитые для описания свойств и структуры монокристаллов, широко применяются для получения и исследования новых материалов, композитов и наноструктур, квазикристаллов и аморфных тел. Физика твердого тела служит основой для изучения явлений высокотемпературной сверхпроводимости. Гигантского магнита сопротивления и многих других перспективных современных наукоемких технологий. Физика твердого тела сводится, в сущности, к установлению связи между свойствами индивидуальных атомов и молекул и свойствами, обнаруживаемыми при объединении атомов или молекул в гигантские ассоциации в виде регулярно упорядоченных систем кристаллов. Эти свойства можно объяснить, опираясь на простые физические модели твердых тел. Реальные кристаллы и аморфные твердые тела значительно сложнее, но эффективность и полезность простых моделей едва ли можно переоценить. Предметом данной области науки являются прежде всего свойства и веществ в твердом состоянии и их связь с микроскопическим строением и составом. Эвристическое прогнозирование и поиск новых материалов и физических эффектов в них. Фактически физика твердого тела служит базой для физического материаловедения. Электропроводность Парамагнетизм Магнитный резонанс Спиновые стекла Эффект Кондо Фазовые переходы Фазовые переходы первого рода Фазовые переходы второго рода Теоретические методы Описание фазовых переходов Метод Ренарм Группы Блочный Гамильтониан Преобразование Каданова Термодинамическая гипотеза Подобие точно решаемой модели фазовых переходов Численное моделирование фазовых переходов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok